Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей. С вами Эльмира Гайнудинова. И вот о чем я и мои коллеги расскажем вам сегодня. Жители дома 4515-2 недовольны соседством грызунами. Мыши появились в подъезде и мусоросборной камере. Об этом подробнее в сюжете о Зилише Мухаммедовой. Узнали много нового. В школе номер 45 старшеклассники встретились с военнослужащим. Вопросы задала и Эльмира Гайнудинова. Как правильно пересаживать томаты? В коррекционной школе номер 68 прошел городской этап чемпионата молодые профессионалы. Подробности в материале Исанга Бдрашитовой. Творожженные с изюмом, с цукатом и все это о куличах. В набережных Челнах началась подготовка к великому православному празднику. Подробнее в материале Христины Балабановой. Они очень агрессивны, а еще и голодные. Клещи проснулись почти на месяц раньше обычного. Это связано с тем, что на улице тепло. Так, первый пострадавший ребенок от кровососа обратился в КДМЦ 27 марта. А 12 апреля количество юных пациентов достигло 23. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года в этот день было лишь первое обращение. Светлана Пешкова со своей Фоксией каждый день гуляет в Прибрежном. Поруду у собаки басынджи или, как ее еще называют, лесная. Видимо, этим и оправдывается ее любовь к прогулкам. А вот только после этого ее хозяйка всегда внимательно осматривает своего питомца. Каждый раз Светлана находит на Фоксе клещей, которые уже активизировались. Клещи, они вводятся в сухой, высокой траве. Естественно, я хожу по тропинкам, а собака лазит везде по высокой траве. Поэтому на собаке в основном. Если не заходить в высокую траву, то не будет клещей так на человеке. Вероятность встречи с клещами высок на дачах, в селах и деревнях, а также в городских парках, скверах и лесах. По словам специалистов, подцепить клеща можно не только гуляя по лесу, но и возле придомовой территории. А также паукообразно на себе могут принести домашние животные, например, собаки. В КДМЦ юные пациенты уже обращаются за помощью и за укусов клещей. Первый случай был зафиксирован 27 марта. 25-го в ребенка вцепился опасный кровопийца. Произошло это в Заянском районе. Родители самостоятельно извлекли паукообразного, а ребенку в КДМЦ провели иммуноглобулино-профилактику. На 12 апреля медпомощь понадобилась 23 детям. Детей удаляем клещей, если они есть в наличии, и направляем их на обследование. Затем к нам приходит ответ. Переносчик этот клещ, какого-либо заболевания инфекционного, либо нет. Мы получили уже 6 ответов из тех, кого направили, и все 6 были отрицательны. Можно сказать, что пронесло. Они не были переносчиками опасных заболеваний, как боррелиоз, клещевой инфалит. Что касается статистики, то она не настолько радужна. Так, в прошлом году за медпомощью в КДМЦ обратились 397 юных пациентов. В 2021-м – 299. Не только клещи беспокоят челнинцев. Еще одни переносчики опасных заболеваний – мыши. Они появились в доме 45-15-2. По словам жителей, грызуны повсюду – в подвале, подъезде и квартирах. Управляющая компания проблемы не решает, а опасных соседей с каждым днем становится все больше. Людей они не боятся. Заметить их можно даже днем. На место выехала Айзеляша и Мухаметова. От нашествия мышей страдают жители 6-го подъезда. По их словам, грызуны обитают в мусоросборной камере между стенами. Как вы видите, пенопласт весь погрызли. Татьяна Страхова неоднократно сталкивалась с грызунами на лестничных клетках. По ее словам, раньше их замечала только на нижних этажах дома, но сейчас они добрались и до верхних. Обращение в управляющую компанию результатов не приносит, сетует Челнинка. В последнее время обнаглели, они уже по головам ходят. Они уже и к двери подходят, и тут везде лазают. В общем, уже много-много стало. В ЖЭК звонили, заявку подавали, никаких ответов, ни приветов, ничего нет. Никто не приходит. Как сообщили в управляющей компании «Паритет», силами подрядной организации проводится диротизация мест общего пользования два раза в месяц. Работа проводится ежемесячно, и по данному обращению будет проведена проверка, также будет проведено обследование мусорокамер, подвального помещения на наличие отверстий, и будут произведены дополнительные мероприятия во избежание попадания вот этих грызунов. Кроме того, они просят челнинцев не разводить грязь и не разбрасывать мусор в подъезде. Мыши являются разносчиками болезни, и бороться с ними необходимо сообща. Айзеляша и Мухаммедова, Ленар Султанов, Новости Челни ТВ. Пока от ней борются с клещами и мышами, другие не знают, как быть с вандалами. Испорченные стены, сломанная видеокамера, потемный переход на остановке Московский проспект пострадал от рук хулиганов. Как скоро городские стены приведут в порядок, расскажет Христина Балабанова. Тема вандализма в Челнах не теряет свою актуальность. Недавно от рук хулиганов пострадали стены остановок на проспектах Хасана Туфана и Вахитова. Краффити уже устранили. На этот раз неизвестные испортили подземный переход на Московском проспекте. Ну, разве это красиво портят? Только вот недавно ремонт сделали, тут сломанных вот этих, чтобы очень много было. И опять разрисовали уже, видите, чем попало, опять красит сверху. Да ломает, что? А что сделаешь? Видео нету, раньше видео было, раз наказали. Там вот у нас сломали, как построили. И все, наказали. Стены подземного перехода были изрисованы. Челнинцы считают, что за содеянные хулиганы должны нести ответственность. Ведь в противном случае ничего не изменится. Заставить их это привести все в порядок обратно. И все, ну, штраф. Ну, штрафовать, может быть, какими-то, может быть, не очень значительными, но все-таки штрафами. Нет, надо было их заставить все это убрать своими руками. Так это же надо поймать в начале. Поймать вандалов можно с помощью систем видеонаблюдения. Здесь их семь. Одна из видеокамер была выбита из своего крепления, а также изрисована. С данной проблемой мы обратились в администрацию города. По данному факту информацию еще вчера передали в МУПАД для принятия мер. В ближайшее время сотрудники приведут участок в порядок. В исполкоме также попросили горожан бережнее относиться к городскому имуществу. Христина Балабанова, Леонард Султанов. Новости Челны ТВ. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблема, обращайтесь на горячую линию Челны ТВ. Пожар, драка, авария. Нарушают закон? Стали очевидцем происшествия? Звоните на нашу горячую линию 51-3131 или на номер 8-939-311-3131 или присылайте сообщение в WhatsApp. Мы работаем круглосуточно. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка «Медгородок». Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов. Рядом с вами. Продсклад «Победа». Блинчики с творогом 149,90 за килограмм. Черный чай с лимоном «Чайный век» 41,50. Все нужное по низким ценам. Вы смотрите новости и мы продолжаем. В дельфинарии всей семьей. Военнослужащие, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске, вместе с родными и близкими посетили дельфинарии. Им показали свои номера дельфины, морские котики, акробаты. До начала представления с защитниками Отечества пообщалась Лилия Гатина. У военнослужащего с позывным «БАС» отпуск уже подходит к концу. Для него каждый день важен. И большую часть он решил провести вместе с семьей. А повод есть – посетить морское шоу от Челнинского дельфинария. С первых дней были в отпуске в деревне у родителей. Мэр позвал, приехали сюда, в дельфинарию. Всем нравится, всем спасибо. Для семей военнослужащих выступили морские котики Элина и Элио. Они уедут дальше нести свою службу и могут быть спокойны за свои семьи, говорит руководитель Центрального района. Заботу о родных и близких бойцов возлагает на себя город. Мэром города было принято решение о бесплатном питании детей, мобилизованных в школах. Бесплатное посещение садиков, кружков в неурочное время разных. И вообще любую помощь, которую только можно. С каждой семьей мы находимся на связи. Мы знаем проблемы каждой семьи. Стараемся всесторонне помогать семьям. Также 16 апреля для детей из семей, где есть военнослужащие, организуют попинь день, а значит детей ожидает поход в кинотеатр. Лилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ. Но военнослужащие проводят время не только с родными и близкими. Они также встречаются с учениками. Сегодня в школе номер 45 прошел урок мужества. Старшеклассники пообщались с бойцом с позывным бокс. Наша съемочная группа также смогла задать свои вопросы. Военнослужащего с позывным бокс встречали как настоящего героя. Впрочем, ученики такими его и считают. Боец рассказал о службе, о прадедушке, который является для него примером мужества. На кого он равняется? По примеру своего прадедушки, который в 41 году пошел добровольцем в ряды Красной Армии. И принял для себя такое решение, что нужно защищать родину. Потому что, к сожалению, этот фашизм начал опять поднимать голову. Мы сейчас эту голову приспустим. Бокс рассказал о том, что гуманитарную помощь всегда получают. От этого на душе становится теплее. Ведь это поддержка, забота, любовь и внимание. Как признался мужчина, особенно приятно получать письма и рисунки от детей. Поэтому ученики подготовили очередные весточки. Кстати, в школе номер 45 у 19 детей отцы – военнослужащие. Поэтому такие встречи для них очень важны, отмечают ученики. Я считаю, что это очень нужно. И когда я слушаю такие истории, у меня берут мурашки по коже и текут слезы. Потому что я всегда гордился за нашу страну и за наших людей, которые уходят туда. Мне кажется, такие встречи нужны, потому что именно такие встречи, они рождают в нас патриотизм, гордость за свою страну. Именно такие люди, когда ты на них смотришь, ты понимаешь, что от таких человек зависит будущее нашей страны. Скоро бокс вновь вернется на передовую. Выразил сожаление, что не сможет принять участие в шествии бессмертного полка. Потом он попросил ребят обязательно пойти на мероприятие. Ученики обещали выполнить просьбу. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, Новости Челна ТВ. Как правильно пересаживать помидоры? В школе номер 68 для детей с ограниченными возможностями здоровья сегодня прошел городской этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы». В компетенции цветоводства и декоративное садоводство свое мастерство продемонстрировали конкурсанты из трех учебных заведений. Ваше задание сейчас – подходить на этот стоп, выбирать, что вам нужно. В первую очередь конкурсанты подготавливают грунт. В дальнейшем в него они будут пересаживать помидоры. Кристина Смирнова каждую весну с мамой сажают рассаду. Но пересадкой она занимается впервые. Я решила участвовать в этом конкурсе, чтобы родители мною гордились, чтобы я была примером для подражения младшей сестре. Отбор участников на городской этап молодых профессионалов проходил внутри своих школ. «Детей мы подготавливали около месяца. На уроках пересаживали растения, изучали теорию. Конечно же, практика была. Также смотрели видеоуроки». Конкурс проходит в два этапа. Сначала необходимо правильно ответить на 25 вопросов. После этого – практическая часть. «Участники конкурса должны были соблюдать определенные правила. Например, для осуществления полива рядом с саженцем необходимо было сделать выемку. Таким образом, растение само будет забирать воду столько, сколько ему нужно». «Одна школа делала правильно, две школы – много ошибок было. Они вроде пересадили, но по технологии не так. Потому что там и корневая задевается, может погибнуть, и сами стволы растения могут тоже быть повреждены. И сам подготовка грунта тоже неправильная. Она долго растения не протянет». Для проведения городского этапа чемпионата молодые профессионалы коррекционная школа номер 68 была выбрана не случайно. С сентября прошлого года здесь запустили профориентационный проект «Навигатор». «Мы занимались полгода, по сути, выращиванием микрозелени, которую использовали потом в школьной столовой. И уже с февраля месяца мы начали выращивать рассаду». В будущем школьники планируют помогать и в озеленении города. Ребята уже проходят практику в челнинских теплицах. Лисанг Абдрашитова, Ленар Султанов, Новости, Челны ТВ. «Светлая Пасха» уже близко. В ночь с 15 на 16 апреля во всех храмах пройдут богослужения. В этот день люди дарят подарки и накрывают на стол, главным украшением которого являются куличи и раскрашенные яйца. В пекарнях города уже вовсю готовятся к празднику. Кулинары поделились секретами приготовления пасхальной выпечки с Христиной Балабановой. Какие пышные румяные пуличи у нас получились. В пекарне Елена Борисова ежедневно выпекается по 150 пасхальных булочек. Начинка у всех разная. Творожная, с изюмом, цукатом и классическая. На приготовление куличей уходит немало времени. Главное, чтобы тесто хорошо настоялось. Делятся повара. Кулич – это очень долгий процесс. Во-первых, сначала делается опара. Опара настаивается в течение 3-5 часов долго. Потом замешивается тесто, закладывается форма. Далее в растойке она еще растаивается довольно-таки долго, примерно 2 часа. А после пасхальные булочки выпекают в печи. Маленькие 25 минут, средние и большие по часу. Последний этап приготовления – украшение куличей. Изготовили помадку. По консистенции напоминает зефир. Не крошится, не ломается, не сохнет. И украшаем. Ингредиенты в приготовлении всегда остаются традиционными. Это маргарин, яйца и мука. Но каждый год в рецепт носят изменения. Делятся пекари. В этот раз решили поэкспериментировать с начинкой. Поэтому в некоторых куличах вместо изюма будет мак. Также в меню добавили еще один вид пасхальной булочки. Сейчас у меня в руке Александрийский кулич, украшенный зефирной курочкой с яичками и сахарным дрожжем. А чем отличается рецепт Александрийского от, например, классического? Александрийский кулич мы его оставляем на ночь. А классический просто выдерживаем в течение 3-6 часов. Стоимость куличей зависит от их состава и веса. Цена пасхальной булочки варьируется от 35 до 170 рублей. Кристина Балабанова, Ленар Султанов, Новости Челно-ТВ. Путешествия по всей России не только, не выезжая за пределы Челнов. Такое возможно. А в Автограде вновь долгожданный и любимый многими народная ярмарка. Чем на этот раз удивляют участники, об этом расскажем прямо сейчас. Для вас 20 сортов камчатской рыбы, горячего и холодного копчения, белорусские фермерские колбасы и сладости. Натуральный тверской мармелад оценят все. Солютные таежные грибы, рыжики грузи, белые ароматные и очень вкусные. Разные сорта кавказских чаев для душевных посиделых в кругу семьи и друзей. Пензенские сумки и стильная турецкая одежда преобразят ваш образ. А финские куртки и монгольский трикотаж согреют в прохладную погоду. И это лишь маленький ассортимент того, что есть. Добро пожаловать на народную ярмарку в павильон у Мегастроя рядом с 32 комплексом. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. На этом у меня все. Увидимся на нашем телеканале.